привет дорогие друзья мы очень давно не виделись с вами целых три недели прошло с моего последнего эфира я очень вас жду привет 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 друзья очень рада пока все собираются поприветствую всех и даже поотвечаю решила сегодня провести самый обыкновенный прямой эфир потому что вопросов действительно довольно много вы приходите на встречу со мной слушаете тему но я не всегда успеваю отвечать на ваши вопросы и вот я сегодня доехала до ставрополя и столицы здесь тоже не очень жарко обещали 18 но оказалось здесь тоже минус 6 но по сравнению со столицей конечно все равно теплее вот основные дела все в столице я поделала еще 2 2 2 минуты расскажу про прививки свои сделала я первую отсидела срок 21 день сделала вторую отсидела срок 21 день ходила на центральные каналы и там есть такая специальная комната называется виза то есть вы заходите через такой портал из которого хлорка такая в виде пара опускается потом заходите в комнату визы делают анализ крови из пальца ждешь 15 минут и тебе говорят о том что есть у тебя там признаки того что ты болеешь коронавирусом или переболела то есть тут же сразу и говорят и только после этого отправляют гримерку поэтому до сдачи анализов я не добралась но у меня очень исполнительный супруг так как у нас с ним разница в два дня между ними он сначала после 2 сразу пошел у него их не было мы довольно сильно перепугались честно говоря не знали как себя вести думали чтобы попал он именно в тот процент у которого не вырабатывается иммунитет но буквально через 15 дней у него иммунитет выработался ровно норма поэтому друзья наблюдайте за нами ножку не волочим все пока хорошо здравствуйте здравствуйте мои хорошие мне очень очень приятно что вы присоединяйтесь к нашему эфиру ну так как у меня первый раз я такое делаю по весь эфир буду отвечать на ваши вопросы поэтому вот то что что было под самим самим самой рекламы сегодняшнего эфира там было несколько вопросов про сны и пока все продолжают собираться давайте я вам расскажу ну вот как как я поняла как нам на психотерапии рассказывали и на психоанализе рассказывали о снах действительно когда человек приходит на прием психотерапевту или психоаналитику он очень часто проговаривает слова я чувствую я боюсь мне кажется мне снилось и мы же не можем отмахнуться человека и сказать что мил человек ты исходить бабки у нее спроси в любом случае всем людям снятся сны и изучать их нужно было и дедушка фрейд очень много этого уделят вы уделял внимание он говорил о том что наша сексуальность как раз просыпается именно по ночам и что наша бессознательная выдает нам как маленький анализ в виде сна и в соников довольно много и у меня они есть и у каждого уверенно у каждой из вас они есть и как только приснится что-то такое что явно помнится мы в любом случае зайдем в интернет и поищем к чему там снятся белые цветы или любимая подружка в белом платье или там то что ела рыбу и вот два одинаковых вопроса или наоборот девушка одна написала о том что ей снится во сне что она изменяет своему супругу и прям под этим же самым вопросом девушка еще одна написала что ей тоже как трактуется сон вообще в сне есть только одна единственная информация там нет мы не можем расшифровывать ой снилось и платье ой снился поезд ой снилось там поле а я помню там синее небо в тут самое главное сконцентрироваться и понять что несет этот сон для для чего он тебе и какую информацию несет вот одна единственная верная и две-три вспомогательные все остальное образное мышление ваша и ну как сюжет в каком-то хорошем фильме мелодраме или в детективе считается что если если женщине снится что ей изменяет муж и она бегает там его ищет находит и бьет его по мордасам то это очень большая вероятность того что она сама готова изменить и именно поэтому такие сны рассказывать мужьям нельзя если он грамотный и он откроет учебник то так будет написано чтобы сознательно этой женщины готовы изменить этому мужу или второй вариант она все время находится на взводе и все время думает о том что он не изменяет находится в состоянии перманентной ревности и во сне даже не отдыхает чаще всего ревнующая готова изменить удивительно но вот такой интересный фактор и так так уже точно в обратную сторону то есть если вам кажется что вы во сне изменяете своему супругу нужно внимательно присмотреться с кем потому что очень часто многие говорят я не помню лица я помню запах я помню объем это точно не мой супруг или там кто-то говорит что я четко знаю что это мальчик там ухаживал за мной на первом курсе института или там это совершенно чужой для меня человек и вот каждом из этих снов с кем вы изменяете есть своя разумная информация очень вероятно что ваше бессознательное не удовлетворено тем что находится у вас в спальне или вообще в вашей личной жизни и размышляя об этом наверное мы запускаем иногда такую мысль вот как бы я жила если бы его не было или уже нет сил работать над отношениями пусть хоть что-нибудь сделает он или наверняка на земле где-то есть еще люди которые бы мне подходили я уверена что даже при некоторых благополучных браках бывают такие мысли поругалась села там закурила там или там лежишь там на пузе смотришь в стену и и думаешь вот вот интересно вот вот мы поженились вот я с этим человеком вот я как бы сыну выночество вдвоем с ним вступила брак или некоторые венчанные у нас вот иноки дети не в принципе поменять я ничего в этой жизни не могу ну вдруг у меня была бы какая-нибудь другая жизнь очень вероятно что то что сейчас у вас есть вас перестает устраивать так бывает мы перерастаем с от самих себя вот когда-то было мечтой там жить в доме из трех комнат и чтобы у тебя была отдельная комната замком теперь это есть этого мало хочется дом из восьми комнат и еще каких-то коврижек вот хотелось именно этого вот бывает же такое в деревне там живешь есть там какой-то парень от влюбилась него и думаешь боже мой я бы за него замуж пошла детей бы ему нарожала и были бы мы счастливы и родители крутят у виска верит но ты поезжай в город там таких ну пучок за пять копеек ну посмотри по сторонам но ты же ваш нет вот только у него выросла у одного только у него такие синие глаза только он вот такой вот раз такой раз такой и бывает моменты когда мы возвращаемся в прошлое свое приезжаем на встречу выпускников или вернулись там свою деревню встречаем этого человека знаем его жену ой там здрасте здрасте вот детишечки смотришь на него со стороны и думаешь господи боже мой неужели вот с этим человеком я могла прожить всю жизнь куда глазоньки мои смотрели но в ту секунду же ты не отдаешь себе отчета в этом и наоборот уехала в город нашла себе чудо-юду или там прекрасного принца или там ивана царевича или ивана дурачка кого-то короче отхватила и вот он лежит сопит там вот вот она рядом лежит а ты лежишь и думаешь вот интересно вот среди палитра вот такого огромного количества мужчин на планете на ниши есть в америке есть его франции есть мужички и там они есть наверно в каких-то институтах где мы никогда не учились они есть они водятся где-то на танцах куда мы не ходим они вообще где-то есть нормальные дядьки прекрасные и замечательные они чьи-то или есть или будут я сейчас не могу себе позволить так вот сидишь и жалеешь себя и думаешь вот вы прийти маленького ребеночка в детский мир и скажи вот и васенька тебе машинка вот на кукол на шарики на все остальное не смей смотреть у тебя больше никогда в жизни ничего не будет вот будет вот эта деревянная игрушечка и ты будешь с ней играться ребенок посмотрит на нас скажет а почему и собственно говоря будет прав вот от того что мы бесимся что не по-нашему и что не в эту секунду случается то как мы хотим и разочаровываемся в своих партнерах очень часто только потому что или завышаем требования или нам надо немедленно или просто чтобы было по моему вот в каких-то таких сердцах туда в бессознательное представьте себе наволочку вот она наглаженная такая вы ее сложили в три части на такая красивым брусочком ложится там где-то в бессознательном на полочку и вот таких мыслей может накопиться там четыре пять шесть вы их продумали и забыли или заснули или думаю не буду об этом думать по подумаю завтра или да нормально чем нормальный мужчина чем я завелась ладно какой никакой рядом лежит слава тебе господи у пол планеты и такого нет угомонились а наволочка осталась там бессознательном и она там лежит то есть на бессознательном уровне вы готовы в этой жизни иметь еще какого-то другого партнера очень вероятно что судьба говорит смотри знаки присмотрись посмотри по сторонам очень вероятно что этот сон говорит о том что но не только у вашего мужа выросла и не только деньги они одинаковые у всех у всех разное настроение у всех разные характеры у всех разные отношения друг другу иногда психотерапевт ко мне редко кто хвастаться приходит поэтому обычно люди приходят жаловаться друг на друга и я столько вижу несостыковок иногда всеми что совместное проживание похоже на приговор суда но так как я православный человек и естественно как как любая женщина я буду лепить брак до последнего и свой и если женщина говорит я хочу чтобы помириться мы прикладываем все силы для того чтобы помириться иногда даже вот она на приеме такая женщина рассказывает что я не живу я обслуживаю других людей я радуюсь победам своих детей и своего супруга я иду с ними рядом у меня есть какие-то победы на все да 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 мать молодец там съели все пирог да мать у тебя руки золотые там или там блины с мятом наворачивают каждый кусочек вот каждый укус вкусный спасибо мать развернулись и ушли но вот я не чувствую что кто-то влюблен в меня кто-то думает обо мне кто-то сейчас хотел бы набрать мой номер телефона я не чувствую что собственно говоря текучка вот это не будет даже о котором пресловутом рассказывают будет у нас у всех есть но у всех есть вот он унитаз вот на сковородка вот на масло и вот они продукты и все остальное зависит только от нас от настроения от умения готовить от желания кому и ну редко кто из нас будет варить себе борщ или жарить картошку это же как сильно надо захотеть что постоять это почистить пожарите в одно лицо съесть бывает но очень редко и вот получается что сон и что я изменяю с кем-то неизвестно с кем я лица не помню это говорит о том что вы готовы к другому браку ничего страшного в этом нет если вы конкретно знаете с кем вы изменяете возможно эта мечта утопленная в бессознательном если вы просто понимаете что я могу себе позволить я не крепостная то есть если не тварь дрожащая то есть и есть женщины говорят я так люблю его он меня зовет а я просто понимаю что если муж меня сейчас поймает где-то он мне голову отрубит уши открутит глаза мне выколет ну короче я вот слушаю и понимаю реально да есть божий страх то есть осуждение общества но не может один человек командовать другим на протяжении всей жизни и не из моих конечно уст это должно звучать лучше сделать или пожалеть чем не сделать и пожалеть не начать что-то писать не 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 поехать куда-то потому что появилась перспектива не послушать свое сердце послушать разум в 101 раз и понять что ну вот был у меня шанс уехать там другой город был у меня шанс поехать там с кем-то вот было у меня возможность послушать такая я клевая я вот наступила себе на свою собственную песню и не разрешила потому что я не хочу обижать мужа и я ему там что-то обещала у меня дети я не представляю кому я нахрен нужно с детьми бла-бла-бла короче сон где где вам снится что вы изменяете своему супругу с довольно известным человеком очень вероятно ваша мечта и скорее всего она может осуществиться если вы себе разрешите то есть это вам сон может говорить о том что ты сильнее чем ты думаешь и ничего страшного никто тебе уж откручивать не будет то есть не ну не бойся может быть вот вот так расшифровать этот сон так я сейчас крут ну потому что я же сегодня отвечаю на ваши вопросы поэтому вы их тоже мне пишите с прошедшим 8 марта девочки всех 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 с весной я очень рада что мы всегда жили и слава богу что мы научились с этой болячкой справляться печально что мы теряем друзей вот сегодня людмила лядова умерла я знаю ее 30 лет 30 вы себе не представляете как тяжко терять таких знакомых если учитывать что мне было если учитывать что мне было 18 или 19 лет и они приехали в ростов-на-дону я еще работала врачом в дворце здоровья они приехали сал николаевны баяновой и так как ко мне с большой симпатией относился так тогда директор дворца здоровья у меня пригласил для того чтобы я с ними общалась там мы с ними что-то организовывала если нужно показала и их каким-то специалистам и меня очаровали обе женщины и потом уже когда мы приезжали в столицу иногда я виделась и была дома у николаевны баяновой и с людмилой виделась несколько раз на передачах и конечно это такое светлое воспоминание юности и когда ты понимаешь что несмотря на то что мы сражаемся и меньше заболевших сожалению люди в возрасте все-таки уходят и не справляются с ним поэтому поберечься она не лишнее никому я пока вопросов не вижу улыбки ваши спасибо мне очень приятно друзья да блин как же тебя так 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 там еще был вопрос первый раз попала к вам на эфир ну здравствуйте кто первый раз к сожалению он сегодня может быть к радости мне кстати тоже интересно что вы что вы скажете по поводу того что нужно ли мне проводить такие эфиры лично лично контакта с вами и без темы но хотя бы иногда вот и вот сегодня я отвечаю на вопросы а чаще всего у меня бывают темы и я ее стараюсь очень качественно открыт раскрыть они все сохранены у меня вайджи тв я думаю что вы сможете там посмотрите там есть название если что-то вас заинтересует так присоединились ко мне присоединились спасибо друзья здравствуйте любимая дорогая мне очень приятно у меня очень часто снятся насекомые я ощущаю себя так мерзко прям неприятно они везде 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 да это по всей видимости ваш страх и вы и вы боитесь и просто бессознательно отключается начинает работать другая нервная система мы же у нас есть симпатическая пара симпатическая нервная система дневная и ночная есть люди которые на ночной там создают к выпишет платья делают шляпы и пишут книги взбивать любовью в ночную смену работает а есть люди которые шарашат только на дневной нервной системе а ночная их просто вырубает чуть стемнело как куры они уже крыло и там еще чуть-чуть и нет человека он заснул такое бывает так вот у вас отключается основная дневная нервная система а там чуть-чуть еще страха там кто змей кто тараканов кто насекомых кто пьявок кто-то чего боится из такой вот штуки ни о чем не говорит этот сон это он говорит о том что у вас есть этот страх его тоже можно побороть а можно оставить пусть будет привет из ростова да ну привет друзья привет привет луганск нет эфир идет недавно 17 минут как обычно в 8 по средам верующие люди не придают значение с нам понятно но я же доктора то есть верующий доктор ничего страшного в этом нет к тому же прошу прощения немножечко оговорюсь манделееву приснилась таблица и сейчас мы ее все пользуемся очень многие музыканты слышат музыку во сне встают и записывают аккорды я знаю несколько на авторов с наших современников которые успевают записать стихи написанные во сне сонную это так это ваша что же такая же точно жизнь вы работаете на другой частоте но есть люди которые это все помнят и не смотреть знаки мы знаем святые писания и читаем их и точно также кому-то во сне приснилась богородица и попросила поставить храм и если бы мы не верили с нам половины храмов на планете не было так немного подвисаем или только у меня нет сегодня на планете в по крайней мере в россии точно от находки до калининграда какая-то ерунда с интернетом слышала по новостям о том что блокирует твиттер потому что они не убирают ненужные посты уменьшают скорость но автоматически каким-то образом видимо шараш это по всему остальному поэтому уж извините так так у нас у всех виснет у всех и телевизоры виснут у всех виснет так интернет видит так так хорошо выглядишь я стараюсь друзья но все спрашивают про вес вес стоит зараза он меня побеждает пока не не получается у меня сбрасывать хотя ну как жира нет но и и вес не уходит мы будем думать так ты сама кормила не ест она у нее весна это равана зина вон она вон плавает мы сегодня кому купили и губиков раньше на их всех съедала не ест даже их мой супруга говорит давай сделаем ей салата купим ей но съест так съест но не съела он плавают все до одной видать не ест просто так спасибо что любите меня так снилось что телефоне любимого нашла видео от женщины она раскрывала для него вагину ревность во сне до ревность во сне неожиданный конечно сон ничего себе у вас там какая какая вавка в голове что могу сказать не бывает такого чтобы совсем совсем не монстры снятся космос снится но увидел чья-то вагина приснилась так бывает назовем его ужасом и забудем этот сон ни о чем он не говорит уж тем более ваш бедный муж не виноват что вам во сне приснилось что вы смотрите видео так стоит ли уходить из отношений после слов мужчины не делай мне мозг нет конечно мы все умеем делать мозг девочки у нас заложено в нас мы умеем исправлять настроение и умеем его же портить мужчинам то есть если в они сидят в одиночестве им никто не делает мозг они хамеют и грустят и вообще тошно без нас они горят поругаться не с кем поговорить не с кем и многие люди оставшиеся в карантине сейчас говорят о том что какой бы никакой партнер был все равно стучит рядом сердце есть с кем разговаривать и уже ты не на необитаемом острове не делай мне мозг я думаю слышала каждая женщина даже самой счастливой семье надо научиться трансформировать эти слова перевести в шутку от хохотаться выпросить денег и уйти из дома прекрасное решение и он будет счастлив и мозг его будет спасен и вы будете с процедуркой какой-нибудь косметической или с одной очкой муж периодически обижает непонимание не хочет слышать что я ему пытаюсь донести что у меня болит сегодня аж плохо стало сердцем вон думаю зачем она мне это конец не ну поживете распишите то есть ваше сердце вас оставила жить раз во вторых мужчины категорически не любят жалобы на здоровье я тоже периодически сама себе позволяю поскулить и бывает такое прекрасно понимаю что я такая заводилка батарейка я на ворот все вот хорошо это сейчас от парень чем сейчас вырежем сейчас отрежем причем пол жопы ставим глаз сейчас ребята все будет хорошо и ну на меня что же периодически находит и вот я говорю что вы что-то мне нехорошо и я всегда добавляю чтобы мне изечка хуже всех и я редко когда жалуюсь но если я попросила внимание пожалуйста принесите мне воды найдите таблетку я чухаюсь все будет танцы песни народов мира если вы все время жалуетесь на свое здоровье это может напоминать ему кипение чайника и он уже не слышит это как баснина волки волки кричал мальчика когда волки пришли не вышли люди потому что уже устали от его вопли никакой это не конец надо найти тех кто будет слушать что у вас болит это врач батюшка кто-то из тех людей которые вас любят у мужа же нет приговора суда что он обязан с утра до ночи выслушивать о болях они боятся этого и про женские болезни про вавки про то что отрезали про кровь чем меньше подробностей мы им рассказываем тем больше будет сохраняться хоть какие-то чувства я например противница того чтобы брать мужчину в роддом да это наверное большая нежность и это очень трепетно когда он видит этого малыша на животе слеза у всех и акушерки и студентов которые стоят вокруг и мужчинку реанимировали он поднялся или даже выстоял всю эту картину но вы же не слышите мужчин которые после этого приходят на прием к психотерапевту и говорят о том что все уважаю люблю как человека мать моих детей все не хочу все вот это плохо как он будет вас хотеть если вы доносите что у вас все болит он может быть он вас жалеет уходит от ответа уходит от слез уходит от невозможности помочь поймите человек не готов это слушать найдите тех кто это будет слушать кто-то сам по себе кто-то за деньги никакого конца нет он может быть прекрасным человеком он может быть прекрасным человеком но не не мочь слышать ваши рассказы о вашем здоровье так бывает он не обязан он может ну зачем вам мужчина который слушает ваш рассказ через силу которому все равно правда но так как он обязан он сидит это и слушает зачем вам насиловать его не понимаю найдите того кто скажет да ты что то давай там вот это вот это да давай заварим вот такую траву да давай ты ляжешь клинику если он этого не делает значит он или не может или не хочет оставляйте его с рассказами про здоровье это точно не он значит обычно мужчины сами спрашивают тебе не здоровится что-то тебе нужно где болит нормальный человек когда ему интересно он задает такие вопросы так с другом живем три года ни разу не говорили друг другу слова я люблю тебя на все делаем для друг друга это нормально три года не говорим я люблю тебя но вообще-то должно было женщину прорвать я совершенно уверена что когда приходит истинное чувство мужчина становится более робким женщина становится более смелой и та женщина который истинно любит она может подойти к первой и сказать я люблю тебя в моем случае было именно так и и гарантур с которыми сейчас счастливо живу выкрутил мне руки таким образом вот он ходил золотой просто золотой человек но не говорил мне о том что он меня любит и у меня срывала крышу срывала долго потом совсем сорвало у него была очень странная реакция он сказал мне все так мне все это говорят я аж опешила а потом он не сказал я очень рад открыл бутылку шампанского ничего не сказал мне в ответ я думала я сдохну до утра он все продумал и утром мне вынес ответ что да он подумал он тоже любит меня это было нелегко но это было романтично мы это вспоминаем но такое мне все это говорят это очень неожиданный был ответ ну что могу сказать и да это нормально или вас прорвет или вы будете друзьями хорошими нужно конечно нужно конечно так про сны очень интересно очень нужно как научиться отпускать прошлое поссорились с родственниками вернее высказали им всю правду их отношениях а сама постепенно ду постоянно думаю об этом вроде бы не надо было этого делать на хрена вы им говорили эту правду нужно было бы им правда они бы давным давно про нее бы спросили раз проводились большие исследования на планете и психологам давным давно интересно нужно ли людям правда и все и мужчины и женщины разных возрастов поставили ее приблизительно на 18 место никому не нужна правда никому по большому счету она нужна только та которая нас интересует то есть что нас любят что мы красивые что хотят с нами какие-то строить планы что мы поедем что мы купим что мы соберем что мы не пропадем что мы родим нам нужна информация которая нас устроит другая правда никакая нам нафиг не нужно выдавливать ее клещами ты скажи сколько у тебя баб до этого было да и вот рассказал он в 17 и давай перечислять ты знаешь из них 8 это 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 и это и вот она красотулина с утра у психотерапевта на это все я гоняю я тревожная я свина сочиняла я теперь думаю где он там 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 с ней пересекается там 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 нужно что было до тебя если у тебя сейчас есть настоящие да забыть и выплюнуть то есть если мужчина те выбирает он с тобой клёво жили были люди и они продолжают быть и их эти отношения устраивают хорошие плохие едят они там не знаю собак ругаются не знаю пьют друг друга кровь разъезжаются у них там как свиньи валяются под диванами ваше какое дело до тех пор пока они не спросят как ты думаешь про наши отношения скажи нам правду вот пока не задается такой вопрос она нафиг никому не нужна правда любовь не любили никогда вспомните чацкого на вот и собственно говоря если вы думали что вы таким образом наладить отношения с родственниками это абсолютно большое глубокое заблуждение не могу понять как научиться отпускать прошлое зачем вам его отпускать это ваше настоящее это ваши родственники и пока они живы они будут продолжать быть прошлое отпускать от прошлого все равно что-нибудь достается остается детки остаются память о синяках побоях и переломах остаются фотографии вы можете их удалить а можете сохранить и у многих под кроватью есть целая такая коробка из под обуви со старыми фотками и выбросить жалко как вот они по помойке разлетятся и хранить неохота откроешь раз в 10 лет посмотришь ох ты ешкин кот где моя эта майка а потом дано мало мне все равно и и забыли от прошлого остаются связи в образовании от прошлого остаются воспоминания очень даже неплохие у памяти золотые чернила и даже о родах думаешь все больше никогда в роддом не приду чтобы я чтобы я никогда когда смотришь через полтора года уже вот она зайка вот она уже за следующим забывается в памяти все стирает потому что но что-то фундаментальное остается и все равно от прошлого ругались расставались рыдалась в юзала в день там денег потратили кучу изменил потом раз она куда-то 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 уходит но вот как память о об ушедших родственниках да вот мы же тоже считаем все эти сроки и прекрасно понимают там умер отец все забываешь все что вокруг тебя и на протяжении там полугода месяцев семи ты только об этом и думаешь у тебя доминанта не доцеловала не доездила не долюбила не домыла окно не достирала рубашек не до спрашивала не да не додала чего-то да а потом постепенно а поехали поедем а а давай там в веселье какой-то давай и уже реально понимаешь как-то стачивается 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 так устроен человек он через полтора года не должен уже очень сильно горевать мы лечим уже людей играть пульс ботинок в развешивают майки перестирывать все время по ушедшему мужу или там по умершему кому-то вот тогда уже родственники или друзья говорят тревожимся никак не может человек успокоиться вот в обнимку с ботинками спит у памяти золотые чернила и поэтому она постепенно постепенно стушует все и уберет как акварельную краску с картины она смоет беды обиды синяки переломы заживают остаются дети драгоценности светлые воспоминания так должно быть если вы подробно мне напишите что вы хотите забыть из прошлого может быть я вам подскажу как это сделать прошлое это ваш багаж совсем забывать его не надо мы же не забудем образование в институте мы не забудем как учились играть на гитаре или у нас учили сажать картошку мы это будем делать на автомате вы же не забудете как водить машину это все наши рефлексы автоматы мы растем и приобретаем этот опыт он бесценен если забрать все что у нас было это будет амнезия это тоже лечит больнички какая тема передачи сегодня у нас нету темы вот что спрашивают у меня люди туя и рассказываю подскажите пожалуйста у меня сильная психологическая эмоциональная зависимость подруги как быть и почему это я считаю что подруг не существует есть любимые люди и ты их или понимаешь и не прощаешь а понимаешь ты также точно можешь появиться через какое-то время и тебе будут рады видеть ты можешь ревновать точно так же как как мужчину ревнуешь к окружающим так и подругу можешь ревновать к потому что она проводит время с другими делится секретами не выбирает тебя вот такая же точно ревность и потребность очень возможно что есть какая-то детское поведение когда хочется на ручке и вместо того чтобы забадывать мужчину вот такой гипер любовью вы забадываете подругу она может брыкаться пытаться отбросить и чем больше на дальше будет отбрасывать как мама в детстве тем больше вы будете заслуживать ее любовь это лечится довольно быстро переключиться надо в разумный эгоизм и в любовь к себе кстати у вас у меня под рекламой этого же прямого эфира был вопрос о том что я никак не могу себя полюбить это вот настает день и час вот бывают девочки вот она идет в кудряшках трехлетняя и у нее все уже есть и разумный эгоизм и стремление и она знает что она хочет платье и в гольфу с кружевами и что она хочет красные лаковые туфли и нужна ей кукла и нужна ей помада и нужен ей чупа-чупс и шоколаду побольше идет женщина которая знает как подлизаться к папе она садится на колени дергает его за уши просит пупочку растаивает мужское сердце она целует его за ушком он говорит что лучше всех и добивается своего женщина растет и если в этот самый момент нет психологической поддержки отец говорит убери там свое рыло там или намажься сажей красивая ходишь там нам это не нужно совершенно будь как все ли там в нашей семье не принято выглядеть лучше всех я сталкивалась с этим то есть придешь на пирожное за стол а там родственники все сидят с хвостами в майках и значит так наталья в москве оставляйте свою красоту умытая в майке так чтобы все чувствовали себя комфортно принято мне это очень нравится но об этом же надо заявиться у нас не принято выглядит лучше всех да клёво супер опять что может происходить с человеком не поддерживал отец не не было великой любви не поставили на постамент не сказали ты лучше всех не добилась чего-то в самом начале пути и кажется что уже не добьюсь какая блин разница я знаю женщин которые не работали не дня охрененным образованием которое было уже лет десять назад получено выскакиваю просто очень много пишут и я выскакиваю практически охрененным образованием каким-то иногда даже зарубежным который в жизни когда не пригодилась знаю женщин не работавших ни одного дня она просто довольно хорошо вышла замуж и теперь надо держать фасон и если она не будет любить себя и и тут же раз любят и никто не будет строиться не горничная не обслуживающий персонал нелюбимый супруг то есть я знаю женщин которые не блещут интеллектом но она такая цепа вот она сидит красивая вот что ты с нее возьмешь божечка ж ты мой господи ты боже и тоже человек добивается своего почему-то когда мы говорим о любви к себе обязательно говорим так надо похудеть переодеться там купить себе фирменную там косметику нормально не говном мазаться пойти в дьюти-фри там одну помаду одну пудру одну душ один карандаш и ты уже звезда но это тоже конечно да но любовь к себе это совершенно другие вещи я знаю таблетку которая меня вылечит любовь к себе это я знаю чем мне можно порадовать и для этого есть огромный список любовь к себе это дорогие друзья я сейчас плохом настроении ничего хорошего не скажу а плохое не хочу поберегитесь и я ухожу в свою комнату как только отойду я непременно к вам выйду ему поговорим это планы на будущее чтобы хоть приблизительно понимать куда ты пойдешь с кем зачем и когда любовь к себе это какая-то внутренняя визитка кто ты сейчас настоящий момент что ты студентка или там работаешь там ты там-то работы меняются за учебу заканчиваются мужчины тоже меняются к сожалению за всю жизнь ни разу я не видела людей которые девственность потеряли и до гробовой доски вместе были вот но не видела не видела не могу сказать что любовь заканчивается за три года она видела людей которые жили 50 лет и вот он там палец прищемила на сознание теряет малых таких вот прям истинно влюбленных но точно могу сказать что любовь к себе это расстояние то есть подпустила ближе подпустила дальше хоровод вокруг кругу кружится развернулась собрала чемодан мне нужно ехать держите я к маме я я одна в отпуск любой к себе это мне не скучно самой собой в том же самом отпуске одной я пойду в кино я пойду в театр я почитаю книгу на пляже с большим огромным удовольствием не скучно с собой есть чем заняться вот там тряпочки вот там бихалу тут пуговички вот они мои цветочки вот моя рыбка то есть любовь к себе это сделать интересно себе это сделать вкусно себе любовь к себе это красиво это тело которое лежит рядом а сколько бы нам не было лет ну вот я на него смотрю он меня не бесит вот не раздражает этого уже достаточно чтобы понять что вы любите себя и поэтому рядом с вами находится нормальный человек это дети которым лишь сделай пожалуйста для меня и не верят да потому что ты не злоупотребляешь и если ты уже просишь помогите то значит надо помочь потому что помогите в нашем доме там или в вашем доме это действительно так каждый умеет делать все сам но если писк все метнулись и быстро решили вопрос любовь к себе это окружение вы не терпите общение с кем-то вы спокойно и легко встаете и уходите когда вам неинтересно закрываете нелюбимую книжку потому что вы совершенно не не обязаны ее читать вот точно так же и с людьми говорите можно я пойду к сожалению мне больше нет времени прошу меня понять и простить и отваливаете вот это и есть любовь к себе не в помаде не в помаде иногда некоторые экономят куплю колбасы куплю хлеба опять не куплю себе помаду и хреново это заначку надо и покупать себе если что-то сильно хочется непременно нужно так страсть мужчины который старше на 33 года это норм а то конечно это прекрасная норма мужчина уже все умеет и слава тебе господи сколько будет хоть день хоть час на ваш это нормально 33 года если меня несколько пар которые живут как у христа за пазухой с такой с таким мужчиной у него не только писи работает он 33 года старше у него все есть а я конечно нормально это прекрасный вопрос так непонимание с мамой и что вопрос на непонимание с мамой муж не хочет ничего менять в жизни зависли как болоте не знаю как начать что-то изменить развод нет надо сначала понять не знаю как начать что-то изменить нет никакой не развода вы не могу понять мне кажется люди не понимают для чего вообще существуют коучи психотерапевты это же не значит что мы все психиатры хотя хорошего психотерапевта есть образование психиатрическое потому что понять что за чудо к тебе пришло лавка у него в голове или просто кризис или прям совсем надо больничку это человек опасный для общества для этого и существуют специалисты пойти разобраться сесть напротив друг друга со специалистом и понять где слабые где сильные стороны что можно выжать из вашего образования какие перемены конкретно желаются наметить какой-то алгоритм действий прийти с этим предложением к своему супругу он точно также не знает с чего начать его все устраивает он не хочет ничего менять потому что у него все чики-пики не устраивает то вас поэтому надо сначала разобраться с собой а потом сделать предложение супругу если вам не по пути тогда принимать осознанное решение что по развод у меня нет конечно очень невероятно что женщина начинает на это давай уедем в болгарию он такой чё узнали как получать гражданство посмотрели сколько стоит недвижимость раз съездили на 10 дней один раз съездили на недельку отдавай смотришь через пять лет уже там живут счастливо нормально все у них хорошо и он не говорит слава богу и пришла эта гениальная мысль она поди еще найди точку на планете если хочется что-то менять надо понять сначала что не можете сама найдите помощника так как вы считаете кто задает тон в отношениях невестки со свекровью во что они перейдут в дружбу или холод в родство или вражбу тяжелая тема все зависит от психотипа невестки и свекрови могу вам точно сказать что умная женщина до взрослая она прекрасно понимает что если сын женился то она приобретает двоих детей если она начинает воевать с невесткой очень часто она теряет и сына тоже в принципе чуть не воевать но девочка и девочка нормальная занятая женщина ну допустим типа меня данного у меня взять будет ну вот если у меня в расписан каждый час если я попросила и у меня все сделано если все улыбаются здороваются приготовили поесть принесли мы приготовили поделились как-то поедем отдыхать поедем ну живите там если что скажете будет там трудности какие-то и хорошо я не лезу мне некогда то есть таких как я в миллионы очень вероятно что если невестка предложит сходить на педикюр вместе я знаю семьи которые помирились только на том что мама с невесткой сошлись на косметических салонах да пришлось мужу ну то есть сыну оплачивать первые два-три месяца потом они уже изыскивали резерв как найти денег на педикюр с хохотом ходили андал невестка заезжала забирала свекровь они возвращала ее красивую контры все ушли напряжение ушло все свекрови любят чтобы им что-нибудь дарили поэтому жизнь никогда не приходить с пустыми руками есть возможность помогать помогать кто задает тон кто умнее бывает невестка такая лисица видела я несколько таких там хоть какая будет свекровь хоть какая хоть годзилла она все равно с ней найдет общий язык чем дальше тем роднее общаться надо спрашивать как давление надо подарки дарить надо любом случае это корни это мать вашего мужа любите мужа любите его маму вот прям но не разрешайте себе ее не любить вот просто скажите это просто невозможно и и все и относитесь как своей так только только подключилась какая тема сегодня я отвечаю на вопросы сегодня я отвечаю на вот что приходит на то и отвечаю как понять депрессии или не хватает витаминов или гормоны щитовидной железы усталость нет настроения сонливость перепад настроения надо сдать анализы и они все покажут если это щитовидная железа покажут если это депрессия в то в любом случае специалист поставить диагноз в одно посещение нехватку витаминов покажут тоже анализы я же умею делать эпиляцию по телефону то есть как сделать эпиляцию намажьте дернете ну я то не смогу вам вот так дистанционно точно так же если у меня и пока нет анализов и я не вижу человека больше никакого я не могу дать ответа так стоит ли выходить замуж за мужчину который старше на 33 года или просто наслаждаться и жить гражданском браке господи боже мой почему вы спрашиваете у меня когда вы захотите замуж вы не спросите ни у кого но это как вот спрашивают меня когда мама разрешит потерять девственность никогда то есть вот как только вам приспичит и у вас несет башню идите займитесь любовью с хорошим человеком чтобы у вас было чудные воспоминания о потере этого элемента вашего здоровья точно так же здесь старше на 33 года и чего захочется замуж ступайте вот или жить гражданском браке будет предложение будете решать захотите пойдете ни у кого не спросите не у меня не у мамы так улыбнись улыбаюсь так добрый вечер интересно с вами стоит ли ревновать мужчину или лучше доверить доверять и не копаться до дни доверяй направения на проверяй это я придумала это наши прабабки то говорили раз пятилетку просто прошманать тихонечко телефон в его присутствии сказать телефоне покопаюсь вот если не позволяла мне не никогда правда но например у меня он оплачивает мне такси у его карточка привязана к моему такси поэтому даже если мы в разных городах в россии приехала уехала у него пикает у нас разные счета про траты он мои не знает но если мне очень надо я понимаю мы с ним так договорились что если мне что-то нужно то я попрошу если я попросила отказа я не слышать не желаю на то мы порешили я прошу редко вот но когда я прошу он все дает лучше доверять и не копаться когда он спрашивает сколько у тебя денег я всегда спрашиваю по еврейски у тебя он начинает хохотать и на этом все заканчивается доверять или не копаться ну накопайте вы чё в принципе если если опасно то предпринимать какие-то действия надо говорит о том что я тревожусь я переживаю не выставляю меня дурой не хотелось бы выглядеть других глазах и узнавать о каких-то вещах последний если тебе придет чувство и ты захочешь что-то изменить нашей жизни давай мы договоримся что я буду первым человеком кто об этом узнает у меня будет возможность или попробовать помириться и сохранить наши отношения или принять осознанное решение смотреть по сторонам тоже искать запасной аэродром если ты решишь я хотя бы подумаю как мы поделим имущество чтобы потом у тебя ты не переоформил все на своих мам и дядек и тетек и я осталась только с ребенком виде трофея то есть если у тебя будут какие-то планы пожалуйста сообщи мне они так чтобы не дядя вася таксисты рассказывал или соседка по площадке доверять или не копаться пока любишь любом случае доверяешь и ну по себе судя вот пока ты любишь не ты никому не дашь к себе прикоснуться любовь сама заставляет людей быть верными уходит любовь приходит раздражение раздражается человек ищет что-то иного как ты это проконтролируешь ты это не не выкричишь не выплачешь не вытребуешь это совершенно другая штука копаться не надо доверять надо если обжигаемся первый раз осторожничай так как вы относитесь к дневному сну и с нам я сплю когда у меня есть свободная секунда пять минут на руке на стекле на столе где у меня есть возможность там и сплю в несколько раз снились дневные сны которые сбылись от начала до конца вот прям дословно если мужчина каждый день к чему-то придирается и психует ему нужен не нужен негатив чему-то придирается и психует послушайте он каждый день что-то говорит и если исправить хотя бы половину из того что он говорит очень вероятно что он не будет психовать он не может докричаться вы говорите на разных языках человек не уверен в себе и очень вероятно придирается потому что но как говорят не так летишь не так свистишь или кто-то делает все прекрасно уже на стороне или вы действительно на сопротивление не делайте так как он просит у меня одна пара чуть не развелась потому что муж течение двух лет ежедневно просил я еду с работы поставь чайник он приезжал домой и чайник холодный я с кем сейчас разговаривал с роботом с автоматом с ботом ну почему ты не просто я еду с работы ты шух не дожила чайник тебе трудно не дрессируйтесь не приспосабливайтесь не воспитываетесь друг другом у него что-то не устраивает он психует он ему не нужен негатив он его бесит нужен был бы он бы провоцировал по-другому что-то не так этому мужчине счастливу так добрый вечер как быть появился мужчина из прошлой жизни не обвиняют в том что сделал от него пор порцию время говорит что у него жизнь повернулась бы по-другому еще вопрос вам не какой-то появился мужчина из прошлой жизни обвинять том что сделал от него порцию время говорит у него жизнь повернулась бы по-другому ну говорит надо слушать все уже случилось появился мужчина это его проблемы что он обвиняет это его проблемы в жизни уже повернулась так отталкиваться нужно от этого момента когда мы встретились сейчас все что было в прошлом это прошлое мы только что это обсудили все случилось у каждого была своя жизнь у каждого была там своя семья свое время другой город другая учеба все это все уже было есть здесь сейчас сегодня мы встретились и нужно говорить о сегодня что можно сделать для того чтобы быть вместе но виноватых в том что у человека так что-то сложилось других искать не надо никогда иногда ревность необоснованная доводит человека и унижает и унижает что ему не доверяют женщины часто придумывают часто женщины вообще великие драматурги и со скуки знаете у всех проблем одно начало сидела женщина скучала вот она сидит и думать где он есть он не звонит она может сочинить 10 вариантов он там у мамы кладет линолеум он зинкой там в кино он еще там что-то не волнуйтесь тетя дядя на работе они с кем-нибудь в кино должен или кто-то разуверить это все или она просто сказочница и делать нечего ей нужно что кто-то обнял поцеловал сказал что лучше всех это как ее партнер я этого не говорит она будет ревновать и сочинять привлекать к себе внимание чаще всего мужчина разворачивается горит вода стала меня давай я уйду и ты будешь ревновать какого-нибудь другого человека я тебе не пластмопастериновая игрушка я не буду отчитываться каждом своем шаге и будет прав потому что каждый человек имеет право на свое личное пространство на свои личные контакты переписки деньги мы не можем стать крепостными только потому что вот этой тетки в скулем в загсе вот этой вот тетки пообещали что мы всю жизнь будем вместе ответственность несём доверие несём любовь несём заботу несём они несём значит не хотим аборт аборт принял человек осознанное решение и понимает я сейчас или не могу родить или не хочу аборт все наталья где черпать энергию в случае эмоционального выгорания на грани депрессии спать и брать отпуска и прям просто богатырским сном лес гора еда выпивка как ни странно чуть-чуть но надо люди которые вас любят деревья ну в основном сон лечебный сон такой был всегда спать 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 и спать прийти к врачу у нас значит антидепрессанты и что-нибудь снотворное выпишет выгорание устала менять менять поворачиваться на пятках идти в другую сторону ветер поменяется за секунду так если женская дружба или пока мужчины нет между ними или пока мужчины нет между ними послушайте женская дружба это такая же точно любовь я только что вам сказала и когда появляется третий пофиг вообще как кто это мужчина или женщина он любом случае будет или допущен или выброшен кто-то третий в любом случае лишний в любви и прекрасно мы понимаем что если подружка выходит замуж чтобы приходить вы будете по талонам встречаться вы будете на нейтральной территории просто так звонить в дверь и приходить подружки есть как раньше и бегать в лифчике нельзя это же нормальные обыкновенные человеческие законы и правила человеческого поведения да она больше не будет принадлежать вам до ваш любимый человек полюбил кого-то другого теперь будет жить с ним если у вас будут обычно если это мужчины и женщины то мы говорим не надо дружить давай останемся друзьями это фигня потому что что будет приезжать когда им вздумается ладиков что-ли поесть нет это не надо если это были две подруги они найдут резерву они встретятся в кафе как вот любовь в секс большом городе или будут ездить поездки в любом случае общение будет сильно меньше как только у любимой женщины появляется мужчина надо делать ноги потому что мужчина не может стоять между вами он и ее все это табу не хотите не смотреть ту сторону думать что у него три ноги 8 глаз это инопланетянин все что угодно это не мужчина это любимый человек подруги и только так если женская другом так доброй ночи привет вечер так я тоже против мужчины на родах это ужасно да так 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 мужчина как казах сказал что ему надо дать время чтобы он подумал и решил ситуацию он браке детей нет а у подруги уже десять недель беременности и больше нет общения с ним что делать нифига си ну пусть думает подруга должна думать она несет ответственность теперь за жизнь этого младенца любом случае женщина колыбелька для малыша и чтобы не случилось кирпичи с него полетят а должна прокормить себя и своего ребенка это закон мужчины умеют умирать уходите он примет решение подумает и выберет свою семью ясное дело чему ну просто вы подумайте своей головой обычно если у есть беременности мужчина хочет быть женщиной он не обещает 10 коробов ты эту такой приз денег и говорит что любимая поехал решать вопрос это займет такое-то время сиди носи не переживай я буду с тобой все если мужчине надо подумать вероятность того что он будет любить эту женщину этого ребенка очень невелика женщине надо принять решение о рождении этого малыша и о том как она будет содержать себя пока она беременна как она будет содержать себя когда она будет в декрете по уходу за ребенком и как она потом будет кормить учить этого ребенка разговаривать с родителями принимать осознанное решение и потом уже сидеть и ждать что он там надумает ее любимый человек вообще-то он обычно должен сказать что он думает по этому поводу до обычно это решает пара не психотерапевт мне никто не давал такой компетенции